Музыка 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 Продолжение следует... 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 «Масштабный транспортный инфраструктурный проект. Наш трамвай, который будет двигаться от улицы Поустовского практически через весь город до улицы Архитекторской. Много было разговоров различные, ну, по крайней мере, 29 лет независимости. Все кандидаты в мэры, депутаты рассказывали о том, что нам нужен подземный, надземное метро, монорельса. В общем, какие-то были фантастические проекты. Мы посмотрели на это с другой стороны и приступили к реализации наиболее практичного, наиболее реализуемого проекта. Соединили все от трамвайного сообщения, соединили весь город. Для этого мы разбили на этапы. Вот один из этапов – это восстановление новощупного ряда. Новощупной ряд – это улица, историческая улица в Одессе, рядом с нашим знаменитым привозом, которая, ну, на протяжении последних 20-30 лет практически была непроездной. То есть мы ее потеряли. Мы ее потеряли. Она была захламлена здесь машинами, с которых торговали, просто стихийные рынки, торговля и так далее, и так далее. Договорились мы с владельцами привоза о том, что они наводят порядок, освобождают на пешеходную зону, впервые по новощупному ряду, а я вам скажу это впервые, потому что я родился в Одессе и могу это говорить. Такой пешеходной зоной, которая будет, как минимум в самых узких местах, она будет двухметровая пешеходная зона, которая может будет пройти от нашего ЖД вокзала до улицы Преображенской. Мы восстановили пешеходную зону, мы восстановили, сейчас вы видите, трамвайное полотно, сделали полную замену, также не менялось достаточно много времени. То есть это масштабный инфраструктурный проект, но он входит и в не менее масштабные проекты наши по доведению в порядок и приведению в порядок городского пространства, общественного пространства. Это Преображенский парк, который уже сделан, это зоопарк, поэтому вот это все входит в большой проект, городской проект. Как одессит вам скажу, что таких работ не проводилось в Одессе 29 лет. Мы говорим о новейшей истории Украины. Что касается работы, я думаю, что мы закончим их в срок. Пока мы идем в работу, идем по графику, есть маленькие заминки, и связаны они, как и все сейчас связано во всем мире, с задержкой поставок наших смежников, потому что предприятия закрываются, пандемия, есть поставщики различных, по различным направлениям. Единственная проблема, которая возникает, это с перебоем получения тех контрактов, допустим, опоры, освещения. Мы немножко остановились, но сейчас догнали наши сроки и время, привели в порядок. Следующий этап наведения порядка, вы видите, вот тот, как говорят в Одессе, у нас Холомес, который здесь традиционно был, потому что здесь было, если вы посмотрите, что было здесь еще 6 месяцев назад, но это просто ужас, который, к сожалению, в центре Одессы имел место быть. Сегодня это все ушло в прошлое. Наведем порядок здесь и в наших домах, которые коммунальные собственности, и теми собственники, которые повыкупали когда-то в советские времена, здесь были базы, овощные базы, строительные базы. Все это частная собственность, предписания написаны для того, чтобы они навели порядок и привели в порядок свои фасадные фасады. Планируем заканчивать 1 мая 2021 года. Курортному сезону. Курортному сезону. Ну и уже, вы понимаете, смотрим, вы видите, что мы... И также все идет системная работа. Мы начали со сквера, площадь Старосиной сквер, и дальше пошли вот таким образом на ощупной ряд, привели в порядок часть улицы Преображенской, нам осталось кусочек доделать от Новощупного ряда до Пантелеймоновской. Это все центр города, исторически, там есть над чем работать. Сложность, сложность заключается в тем, что все, кто не одесситы, любят, помнят Одессу, конечно, с одной стороны это одесский колорит, с другой стороны для нас, для жителей города, не совсем это все красиво, и внешне вот эта торговля, которая вышла за привоз, и находится она здесь, ну, в советские времена торговали во дворах, торговали рядом с дворами, но мы планируем предложить людям, и уже имеем договоренность о том, что мы сделаем цивилизованно в рамках предприятия, для того, чтобы освободить Преображенскую, сделать красивую, благоустроенную площадь, красивое, благоустроенное общественное пространство, городское пространство. Продолжение следует... Продолжение следует...